Добрый день, дорогие друзья! 8 сентября в стране пройдет единый день голосования. В этот день жители городов и поселков России должны избирать своих представителей на разные уровни нашей власти. Это мэры, депутаты, губернаторы. И многие из вас знают, что 8 сентября в частности состоятся выборы в Московскую городскую думу. Понятно, что власть, как обычно, попытается провести выборы без выборов. Вот интересно, получится ли у них. И интересно, наверное, будет вам узнать, как одной своей подписью вы можете сделать, чтобы выбор на выборах у нас был. А еще, наверное, интересно знать, что означают адреса на экране. Вот об этом сегодня поговорим. Большую часть своей жизни я прожил в Москве. Это мой родной город, и он останется таковым уже навсегда. Мало кто у нас в городе подозревает, что в Москве на бумаге существует вполне себе парламентская демократия. Мэр Собянин – это всего лишь глава исполнительной власти. Он действует в рамках тех полномочий, которые ему определяются Мосгордумой. Мосгордума принимает законы, формирует бюджет и делает много других важных вещей. Теоретически. Теоретически законодательная власть имеет гораздо больше влияния на жизнь столицы, чем мэр. А на практике нынешняя Московская городская дума мало на что влияет. Она лишь придает видимость законностей и штампует нужные мэрии решения и законы. Мосгордума на 85% сейчас состоит из единороссов, полностью лояльных мэру города и мэр, который может нравиться или не нравиться. Но, вы сами понимаете, без контроля любой начальник лучше-то не становится. В теории разделение на законодательную и исполнительную власть призвано создавать систему сдержек и противовесов. На практике мы имеем мэра, который решает и за себя, и за гордуму. В обмен на лояльность единороссам позволено не особо напрягаться на парламентской работе. А полностью сосредоточиться на решении личных, вполне себе корыстных вопросов. Где-то что-то пролоббировать, получить себе квартирку, а дружественному бизнесу городские подряды. В результате мы имеем 45 неплохо устроившихся человек, чьи имена москвичи даже не знают. Потому что эти люди, они работают не на горожан, они работают, возможно, на мэра, на свой карман. Но не на город. Возьмите пример. Людмила Васильевна Стебенкова. Депутат Мосгордумы от Единой России по 25 округу. Это печатники, часть Марина. Людмила Васильевна депутат Мосгордумы с 1993 года. 26 лет. За это время она должна была лично познакомиться с каждым избирателем. Жители округа должны ее знать лучше, чем Собянина, Лужкова и Путина вместе взятых. Сколько полезных дел можно было сделать за 26 лет? Возможно, она что-то и сделала. Но что-то мне подсказывает, что 9 из 10 жителей округа даже не знают о существовании. Или вот Евгений Владимирович Герасимов. Депутат от округа номер 4. Евгений Владимирович работает в интересах избирателей аж с 2001 года. Много работает, не покладая рук. В частности, он выдвигал такую важную инициативу о запрете пить в метро кофе и заниматься вязанием. Вот это очень важно. Почему-то мне не кажется, что жители Крылатского, Строгино и Кунцево считают именно эти проблемы самыми важными для Запада Москвы. Но не получается у Евгения Владимировича решать проблемы избирателей. Зато получается решать материальные проблемы своей семьи. Как председатель комиссии по культуре, господин Герасимов активно занимается праздничным оформлением столицы. И вот хоп, и на треть принадлежащей его дочери компания с 2012 года выиграла конкурсов более чем на миллиард рублей. На самом деле, подобная ситуация характерна не только для Москвы. По всей стране депутаты от «Единой России» вызывают дикое раздражение. Членство в «Единой России» становится клеймом и гарантией проигрыша на выборах. В этой ситуации кандидаты от «Ядра» начинают скрывать свою принадлежность к партии и идти на выборы как самодвиженцы. Кандидаты просто стыдятся своей принадлежности к политической силе и обманывают избирателей, скрывая эту самую партийность. Абсурд и позор? Вот сейчас этот абсурд и позор добрался до Москвы. Ни один из действующих депутатов от «Единой России», ни один кандидат не баллотируется от партии власти. Это не значит, что они все вышли из «Единой России». Нет, просто вот сейчас они самодвиженцы. А как пролезут в Мосгордуму, снова соберут свою партийную фракцию и будут зарабатывать на поддержке мэра «Единороса». Ну и про свой карман, естественно, не забудут. Должно же вот такое унижение оплачиваться. Согласитесь, очень неприятно иметь Мосгордуму полную этих самых единороссов. Но еще неприятнее иметь Мосгордуму полную латентных, как бы это сказать, единороссов, которые обманывали нас и скрывали свою принадлежность к «Единой России». Скрывали, чтобы пролезть в московский парламент. И нельзя сказать, что вот этих вот самых приспособленцев некому победить. Есть кому. Москва большой город. Здесь много молодых, активных, независимых политиков. Я лично знаю несколько десятков. И они бы достойно представляли жителей своих округов. И они готовы побеждать на выборах. К сожалению, власть это тоже знает. Поэтому стараются до выборов не доводить. Ну, совсем отменить выборы они, конечно, не могут. Поэтому их задача не допустить до дня голосования независимых политиков. Как это можно сделать? Да просто. Ну, взять и не зарегистрировать их. Для этого и придуман сбор подписей. Независимому кандидату в депутаты нужно собрать много подписей. Подписи должны быть от жителей нужного округа. А в Москве-то живут не по прописке. Подписи должны быть абсолютно филигранно оформлены. А люди-то торопятся и оставляют их на бегу. А комиссия будет придираться. Поэтому подписей должно быть чуть ли не вдвое больше, чем требуется. И все, кто собирал подписи, сходятся в одном мнении. Процедура придумана для того, чтобы отсеять неугодных. Собрать подписи – сложная, почти невыполнимая работа. Невыполнимая, естественно, для реальных кандидатов. А вот эти вот самые латентные единороссы могут вообще пустые листы сдать и ничего зарегистрировать. Понимая все это, наша команда объединенных демократов в последние дни предпринимает большие усилия для помощи независимым кандидатам. Ребята развернули несколько уличных точек по сбору подписей. По адресам, которые вы видите на экране, вы можете оставить подпись за несколько действительно независимых кандидатов из разных районов Москвы. 6 июля кандидаты сдают документы на регистрацию. Это значит, что у нас осталось лишь пара дней для того, чтобы собрать для них подписи. Пара дней, чтобы не лишить себя права 8 сентября прийти на реальные выборы. Чтобы в этот единый день голосования иметь в бюллетене кандидатов, за которых не стыдно отдать голос. С кандидатов, у которых есть идеи помимо личного обогащения и помимо служения начальству. Вот давайте используем этот шанс. Он же не так часто выпадает. 8 сентября будет буквально битва за лучшую Москву. Битва, которая определит облик города на ближайшие 5 лет. Но битва случится только, если вы раздадите бойцам патроны. То есть, если в ближайшие 2 дня доедете до одного из сборов подписей и оставите подпись за того кандидата, который вам интересен. От нас зависит, останутся ли в Мосгордуме люди, объединенные лишь корыстными мотивами. Или придут новые люди, может быть, с новыми и достойными мотивами. И бездействие здесь тоже выбор. Чтобы помочь независимым кандидатам, вам вместе с нашей командой объединенных демократов нужно затратить совсем немного сил. Чтобы помочь латентным московским единороссам, этим объединенным клептократам, вы можете не делать вообще ничего. Посидеть на диване. И вы им здорово поможете. Итак, вы можете сделать город своим, а можете оставить его за единороссами. И выбор за вами. И выбор в ближайшие 2 дня. Спасибо. И до новых встреч.